Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Посмотрите, что я вам хотела показать. Какая великанка. Прям цветок великанка. Вот, посмотрите, какой куст шикарный. Не знаю, это первый раз, что у меня все не пошло. Не знаю, как вот это вот сохраню я. Да, ну надо как-то сохранить. Чем-то укрою. У нас листья попадают, будут... Ну... Они же одеревенеют эти. И вот такой, это вот такой вот сорт. Ее. Красивенная она, конечно. Но в этом году не цветет ни она. А здесь такой бледно-сиреневый цвет. А точно такая форма цветка. Но все равно она тоже не цветет. И там полная у меня. Ничего нету. А здесь вот такой вот цветок шикарный. И такие повырастали ладыги. Все такое тут такое мощное, знаете. Вот этот куст, если бы зацвел. Представляете, если бы этот куст зацвел весь. Чтобы это было. Ну, надо ее кормить, конечно. Но ничего, покормим. Пусть только цветет. Это тоже не было ни одного цветка. Но стоит, смотрите, какая зелень шикарная. Полная такая. Ну, не было тоже цветков. Ну, это цветет. Это цветет. Вот это, видите, здесь такая форма цветка. А сейчас вам покажу другую. Совершенно другая. Это уже засохло. А, понятно. Вот невезучая она. Представляете, было два этих... Ну, в общем, две ветки. Осталась одна. Это скосили. Скосили еще ее младенцы. И вот опять ее скосил работник. Ну, что. Хоть и эту тру чуть подкосил. Ну, никто, понимаете, никто не хочет. Вот он ее поранил. И здесь пообламывал. А вот другая форма цветка. Смотрите, какой цветочек. Видите? Здесь кругленький цветочек. Здесь тоже скосил. И вышел один росточек. Вот. Вот один он вышел. Я взяла, подвязала сюда палочку. И будет как ампельная. Если я ее, конечно, уберегу. Потому что... Как вижу, варвары какие-то. Сто раз говорю. Смотрите, ну что это? Нельзя вот этого куста заметить или как? Вот. Что? Не видно, что это куст. Что его надо скосить. Его надо поломать. Его надо все сделать. Черт. Что тут за? Розочка. Вот смотрите, какая зацвела красивая. У нас вот эту неделю, можно сказать так, погода такая прохладненькая. Вот смотрите, это гортензия. Вот такой ее вид всегда был в конце сентября. Вот в конце сентября она становилась вот такой вот цвет у нее становился. Такой бордо. Он еще будет так чуть темнее. А тут что? Начало августа. Она уже такая вот стоит. Вся бордо. Это тоже такая красавица. Постоянно цветет. Постоянно я ее там и обрезаю. И там все, чуть-чуть под... Все. Она постоянно цветет. Постоянно пахнет. Вот даже в данный момент, вот это все, от нее идет запах. Пахучая она. Ну, видите, насколько опаздывает. Почти на два месяца. Вот конец сентября, начало октября. Потому что вот в сентябре, начало октября, я постоянно обрезаю пионы. Вот так вот. И она вот такая вот стоит бордо. Бодлея тоже солнце, ее все спалило. У меня просто нету желания даже вот это вот все обрезать. Знаете, чтобы она по новой цвела. Нету у меня. И времени много нету. И желания такого нету, чтобы ее вот это все обрезать. Об это. Вот. Тут еще много бутонов у нее. Она будет еще цвести. Ну, красивая она, конечно, тоже пахнет очень хорошо. Дождь. Но в этом году я не срезала. Вот два года кусту. Посмотрите, какое. Нельзя. Я никому не советую. Не знаю, может быть. Вот когда я ее срезаю каждый год, вот тогда мне нравится она. А когда вот я ее не срезаю, это такие хащи стоят. И, 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 и. Ну, на следующий год весной все посрезается. Муж прям берет ее пилой, пилкой вот так вот все срезает. И она потом, кусты тоже хорошие вырастают. И она растет. А здесь вот такие вот, видите, особенно белая. Ее нельзя допускать, чтобы она вот оставалась. А она просто громадных размеров цветет. Вот, видите, какие бабочки летают. Вот какой бабочка, какая интересная. Вот так вот кратенько хотела вам показать, дорогие мои подписчики. Ну, и там я вам уже показывала эти сто раз. Вот та гортензия тоже. Вот у моего мужа день рождения, 8 августа. И всегда я оставила букет сиреневый и белый. Вот с этой. А видите, какая она уже стоит. Она уже где зеленая, где чуть порозовела. Ну, все с... Все быстрее на два месяца. Может быть, зима будет ранняя, не знаю, но все. Тут вот розочки по второму кругу там зацвели. Ну, и здесь у меня их плетущая. Она все перестала цвести. А здесь вот это вот по второму кругу. Тоже красивая. Ну, конечно, если бы не солнце, вот не опаливало ее, она бы была бы чудесная. Вот еще столько бутонов. Плетистая очень много выбросила молодых побегов. Вот это вот все, видите? Надо ее подвязать. И все. А этих, видите, как дождь, жара. И все. Больше уже цветения нет. Тут у меня пионы. Заказала еще пять кустов новых пионов. Посмотрим, что там мне пришлет. И вот так кратенько все, дорогие мои подписчики. Весь мой. Вот калл у меня. Сиреневый зацвел. Я его сажу всегда на улице. Тут он у меня в горшке. Потом я луковицу забираю. И на весну опять его сажаю. И он у меня тут цветет. Это у меня орхидея. Но не знаю, будет она у меня цвести или нет. Это мне дала соседка. У нее цветет. Это если у меня не будет цвести, я пойду к ней. Она осенью зацветает. И покажу вам, какой красивый куст у нее. И цветок, то есть, извиняюсь. Вот так вот кратенько все зацвели гладиолусы чуть-чуть. И здесь вот у меня орхидея. Но она первый год у меня. Вот орхидея оградовая. Вот она. Как она перезимует, посмотрим. И как там будет. Знаете, все жара. Это только бурьян. Одни это самые. Вот мы тут траву посеяли. Есть такая машина. Флокулятор или как он называется. Она выдергивает вот мох. Все повыдирала. И мы посеяли новую траву. Ну, посмотрим. Сейчас вот дожди. Хорошо. Ну, мы ее поливали каждый день чуть-чуть. И вот где вот такие вот места. Ну, кругом позасеивали. И вот мои гладиолусы. Видите, как красные, розовые будут еще цвести. А еще я вам хочу показать. Один цветок. Вот смотрите. А вот это так вообще как бы это на мотеолу похожие. Правда? А это левкои. Что это за левкои? Я первый раз такие. Может быть, это какой-то сорт другой. Они же обычно так качалочками. И здесь вот у меня это одна мерабелька растет. Я ее посадила. Но она, наверное, будет белая. Или желтая, или белая. Вот. Вот так вот кратенько хотела вам показать. Это у меня помидор растет в горшке черный. И больше вот так вот кратенько все, что вам хотела показать, дорогие мои подписчики. До свидания. С вами была украинская полячка. До новых встреч. Уже, может, даже в другом месте. Всего вам хорошего. Работы полно. Только, чтобы было желание работать. Вот. Плитку моем. Каршером. Тоже грязная. Все. Видите, какая вот грязная ней. Тоже с одной стороны хорошо, но с другой надо работать. Вот это все. И вот каждый год мы моем. Вот так вот каршером все вымываем. И на следующий год и прыскаем тут. И все делаем. Ну, на следующий год она загрязняется. И вот получается вот такая вот. Видите? Вот такая, а вот мытая. Видите? А вот немытая. И вот так вот у нас у нее много есть. Работы есть. И только, только, чтобы было желание работать. А так работы хватает. Ну, вот все вам показала, рассказала. До свидания. С вами была Украинская Полячка. Счастья, добра, мира вам и благополучия. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok